Дорогие друзья, дорогие слушающие, это слово. Сегодня хочу говорить о событиях, вот о последних событиях. Вчера были похороны, да, и несколько дней готовился, потому что похоронить пришлось близкого человека, человека, которого любили люди, любила жена, любили дети, любили соседи, любили коллеги, любили все, кто его знали, потому что этот человек, если он скажет что-то сделает, всегда готовый помочь, да, оно насколько в его силах. Жена говорит, ну все-все делал, что мог делать, даже ни разу не дал ей машину самой заправить, сам заправлял, все в машине делал, все делал в доме, не знает где отопление, даже сказал, не надо варить каждый день, нам хватит один раз, ведь уже теперь, но не так обязательно, чтобы тебе было лучше, хорошо, спокойнее, детям всегда готов пойти к ним, если нужно помочь, без отказа, на работе шеф пришел, пришло еще 10 человек, во времена короны, редко люди ходят на похороны, он сказал, ну какой был безоказный человек, всегда приходил, когда нужно, работал охотно, хотя уже последнее время он тоже уж тяжело работал, он всего один месяц был на пенсии, да, и люди вот, ну очень растроганные говорили на этих похоронах, но что очень важно, он еще за день до того, как умер, он позвонил к нам домой перед собранием, как раз мы еще в 9 были дома, он говорит, я хочу сделать шаг, что значит сделать шаг, шаг ко Христу, у нас в жизни так много шагов, мы делаем, но есть один шаг, самый правильный, самый веный, когда мы идем ко Христу, он чувствовал, что приближается смерть, и он молится, он молился так крепко, и даже не заметил, что он настолько сильно болен, он просил у Бога прощения, он просил, чтобы Иисус вошел в его сердце, после этой молитвы жена говорит, он говорил все тише, тише, а на следующий день он уже не мог практически говорить, и так 4 дня потом умер, умер с миром в сердце, вы знаете, вот один человек как-то в Англии, тоже при смерти, богатый человек, говорит своему слуге, принеси мне книгу, а тот говорит, господин, у вас столько много книг, более тысячи книг, он говорит, принеси мне книгу, есть одна книга, книга всех книг, это Библия, если я делаю шаг ко Христу, так много шагов, и некоторые этот шаг ко Христу не делают, или делают его с половинчным сердцем, и поэтому, может быть, не получаю тех результатов, когда человек делает шаг действительно в сторону Бога, и хочет с ним жить потом, да, вот он сделал почти в последний момент, как будет здесь, как Господь поступит здесь, вот я хочу прочитать Псалм 49, 15, призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня, когда в день скорби, это скорбь, если уже смерть на носу, если чувствуешь вот-вот, да, в день скорби, но есть разная скорбь, он говорит, призови меня, призови меня, я услышу тебя, и ты прославишь меня, это так важно, когда мы призываем имя Господне, я прочитаю еще и от Иоанна 6 глава 37 стих, все, что дает мне Отец, ко мне приходит, и приходящего ко мне я не изгоню вон, если ты приходишь к Иисусу, приходишь вот, чтобы принять Его, чтобы попросить прощения, и уже вот время, Он говорит, если придешь ко мне, я не изгоню тебя вон, я услышу тебя, я помогу тебе, я избавлю тебя, я прочитаю еще от Иоанна 10 глава 28-30 стих, я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей, Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего, я и Отец одно, Иисус хочет дать вечную жизнь, и те, которые пришли к Нему, Он их взял как бы в свою руку, Он их бережет, Он им помогает, и никто не может их похитить из Его руки, это так важно, мы имеем дело с Господом, с Иисусом Христом, Его имя превыше всех имен, если мы с Ним заключили мир, если Он взял нас в свои руки, никто не может нас похитить из Его руки, я еще прочитаю от Иоанна 5 глава 24 стих, истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь, да, такой человек, который поверил, принял Иисуса Христа, даже суда над Ним больше не будет, будет когда вечный суд над планетами, над всеми людьми, они не приходят на этот суд, Господь их берет к себе, потому что Он омыл их своей кровью, потому что они теперь Его, и я взял текстом для этих похорон высказывание из книги пророка Исаии, 45 глава 1 стих, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой, говорит Господь тогда Израилю, а сейчас Он говорит каждому человеку, который принял Его, который пришел к Нему, который сделал шаг навстречу, признал себя виновным в том, что до сих пор не признавал Иисуса Христа, жил своей жизнью, попросил прощения за все, что неправильно сделано, и попросил Иисуса войти в Его сердце, Иисус дает Ему вечную жизнь, Он Его берет в свои объятия, Он Ему помогает, и этот человек будет вечно с Ним жить, да, вот так слова, это слова Иисуса, мы верим им, это поможет Господь каждому человеку, поверить этим словам Иисусом, и поступать так, как этого хочет Иисус, ведите к Иисусу, Он ждет вас, и Он примет вас, слава Ему за это, аминь.